Добрый вечер! Спасибо за то, что вы мне предоставляете трибуну. Ну, давайте посмотрим, как эта трибуна сегодня будет работать. В любом раскладе я очень вам благодарен, что вы меня ждали, что понимали, потому что часто вы мне звонили тогда, когда я был за рубежом, то был в Америке, то был в Европе, то был в Флорештах, то в Анене и Ной, и так далее. Вот такая неспокойная жизнь у политика. 3 ноября движение Акум представило свое видение, да, пять основных задач, которые вы перед собой ставите. Наверное, пять блоков задач будет сказать правильней. Ну, первичных, которых мы должны... Да, понятно, что дальше будет. Это будет база вашей предвыборной платформы, с которой вы будете выходить к людям? Или там будут какие-то дополнения непосредственно к предвыборной кампании? Или вот эти вот пять основных первичных задач, с которыми вы пойдете на выборы? Мы их представили как наши приоритеты, потому что вы, наверное, заметили, что вся наша программа и в президентских выборах, и в муниципальных выборах основывалась на общении с нашими людьми, с людьми, с нашими гражданами. И, исходя из их интересов, если это правильно на русском, их интересов, мы составили вот эти пять приоритетов. Конечно, их больше в нашей программе, мы можем там говорить, потому что Республика Молдова нуждается в числе довольно большом реформ, но мы их назвали как пять приоритетов. Это будет и название электрального блока АКУМ? Скорее всего, да. Скорее всего, да, потому что мы хотели под этим именем собрать и то, что означает наши партии, платформа «Да», которую я возглавляю, и партия солидарности и акции «Дестия солидарности» Майя Санду. И лучшие люди из гражданского общества, мы открыты и к людям неподкупных, профессионалам, из других политических формирований. Так что выбрали вот это слово, потому что если не сегодня, тогда когда? Если не сейчас, тогда когда? Раз вы уже заговорили о других политических формированиях, все-таки базу составляет две партии. Партия «Платформа достоинства и правды», партия «Дестия солидарность» и представители гражданского общества. Несколько из них мы видели на сцене, в том числе, когда вы представляли... Они только на сцене, они ходят сейчас по селам, по городам. Ну, я имею в виду тех, кто был там представлен в зале в тот момент. И все-таки почему вы отказались от... Несмотря на то, что, насколько я понимаю, было обращение от либерал-демократов, пойти по пути... Почему вы решили пойти по пути двух партий, а не трех? Всем известно, что платформа «Да» создалась на улице, если можно так сказать, создалась на площади, создалась из людей разных, не знаю, реферит-сегментов социальных. Различных социальных пластов общества. Да. И когда мы общаемся с людьми, все говорят, что мы нуждаемся в новом политическом классе. А это означает эти две партии, эти новые партии. Поэтому мы решили, что пойдем вот этим путем, создавая вот этот блок, потому что в единстве мы доказали и в президентских, и в муниципальных выборах, что мы можем победить, и победили. А насчет других партий. И все это, или наше решение было принято только после того, как мы разговаривали с людьми и в Кишиневе, и в наших селах, и в наших городах. Смотрели и эти всякие опросы. Я имею в виду опросы нормальные, опросы правильные. Айрай, правильный опрос? Я думаю, вы понимаете, в республике Молдова, в захваченном государстве, в государстве, где все институты, абсолютно все институты работают на одного человека, и на его окружении, на его группировку, криминальную группировку под названием ПД, считать, что имеются прямо очень честные, четкие опросы, нельзя. Потому что те, которые собирают эти данные, те, которые осуществляют эти заказы, потому что Айрай – это американский институт, но он заказывает эти опросы, конечно, молдавскому предприятию, или как называется, и сказать, что очень-очень точно нельзя, но ближе к реалии, к истине. Поэтому тогда, когда мы решили пойти по этому пути, принимали во внимание и эти опросы, но в первую очередь принимали во внимание то, что говорят наши люди. А наши люди сказали, что лучше будет, если мы пойдем вот этим путем. В то же время мы открыты, еще раз повторяю, к людям, и были бы рады, если, скажем, политики с опытом, которые были и в других партиях, но не пачкались, не совали руки в публичные деньги и так далее, тогда к этим людям мы очень открыты. То есть, правильно ли я вас понимаю, что к партии ЛДПМ одно отношение, а к людям, в частности к депутатам, которые остались в фракции ЛДПМ, другое отношение? Например, но вы же ездили когда в Брюссель, да, или проводили митинги. Рядом был Виолет Чеботар, на тот момент председатель ЛДПМ. Вы фотографировались втроем, и вас это тогда не беспокоило? Когда мы ехали в Брюссель, чтобы было ясно нашим людям, и это правильно, когда мы ехали в Брюссель, и, конечно, мы были там как партии, входящие в семью народных европейцев. Народных европейцев. Да, европейской народной партии. Вот позавчера я был в Теленештах. Вы видите, что последние две недели я езжу по республике, по селам, по городам. Но позавчера я был в Теленештах вместе с Марией Чубану. Все мое уважение к этому человеку, потому что она доказала на деле, не только на словах, на деле, что она неподкупный человек, что она профессионал своего дела, что она хороший педагог, что человек с большой буквой. Вот с этими людьми не идти... Вы почтете за честь идти с такими людьми, правильно я понимаю? Правильно. Вы предложили, скажите, Бану? По сравнению с нею, скажем, да, вот те, которые ушли к Плохотнюку, или даже не ушли... Но они уже не в ЛДПМ. Как? Но они же уже... Уже не в ЛДПМ. Но имеются и такие, которые еще остаются в ЛДПМ, скажем, в территориях. Но ждут момента, когда им что-то предложат. Понимаете? Вот нам нужны люди, которые доказали на деле, что они неподкупные, и на них можно рассчитывать. А вы, госпожа Чубана, предложили пойти по вашим спискам, по спискам вашего блока? Мы пока никому не предлагаем. Мы говорим, что мы открыты для тех, которые... Но сами вы никого не приглашаете? Поименно, я имею в виду, лично. Нет, из политиков нет. Потому что это не мое дело. Они должны за себя решать, если они хотят продолжать. А вот, что касается людей из гражданского общества, я могу прямо сейчас к ним обращаться, чтобы они побольше и больше включились в эту политическую борьбу. Потому что я тоже был из гражданского общества. Я ничего не имел с политикой. Я был адвокатом. Я защищал права людей, когда одного, другого, когда многих. Потом стал защищать, как гражданский активист, как адвокат, начал защищать права и интересы нашего государства. Когда это государство было... Афосу Пуссула, ее обворовали, как никогда раньше. Так что я вас призываю всех людей, неподкупных людей, людей, которые желают добра этому народу, этой стране, чтобы включились в эту политическую борьбу. Почему бы нет? В каких-то округах или даже на списке. Конечно, все мы должны пройти через наши механизмы отбора или фильтры. О фильтре чуть позже еще поговорим. Сейчас хочу уточнить, что вы говорите, что вы приглашаете всех представителей гражданского общества. Но вы понимаете, что они могут отличаться немножко в своих политических взглядах или в своих взглядах на развитие страны в дальнейшем? В частности, я хочу привести пример, что у вас есть в блоке господин ЦИКУ, который в одной из своих статей трех человек, которые выступали на митинге в трибуну вашу поддержку, Алексея Тулбуре, Владислава Кульминского и Андрея Попова, назвал чуть ли не агентами Кремля. Как вы себе представляете, чтобы они сейчас встретились в одном блоке после этого? Вы знаете, я когда обращаюсь к людям из гражданского общества, я не имел в виду одного, другого или третьего. Тех, которых вы сейчас называли, у меня к ним нормальные отношения, даже уважение к этим людям, которые, хотя, может быть, чуть-чуть можно их считать центристскими или другого там толка, но они боролись вместе с нами. Какие идеологи, если они центристы, вы строго правые? Нет, нет, мы центрируем дряпта, если идти четко по идеологии. Но в наших условиях, в условиях Республики Молдова, это, к сожалению, все так перевернулось, перемешалось. Обязательно, как мы можем говорить про социалистов, что они левого толка? Конечно, нет. Так они же буржуи в этом маленьком нашем государстве. Или говорить про демократов, так в этих демократическая партия, если вы посмотрите в их уставе, вы там увидите, что они левого левые. То, что Плохотнюк левый, левый по-другому. В другом смысле. Они считают себя левым. Так они самые богатые люди в этой республике. Или Плохотнюк. Столько воровал, что издевается, и идет, вот был на концерте в Неспаренах, и когда он сказал, что вот я пришел с подарками для вас, и думал, что все там будут кричать, браво, плохо. Нет, никто не кричал. Почему? Потому что люди уже начинают понимать понемножку, что их обворовали, что в стране, где они живут, нищета, что коррупция, что все больше и больше людей уходят за рубежом. Из-за чего? Из-за правления этого сутенера. Политического и уголовного сутенера. За последние 10 лет. Потому что он участвовал в правлении нашей республики. То, будучи в... Альянсе. Нет, не в Альянсе, за спать или партнерный коммунист. Да. А потом и в этих Альянсах. Первом, втором, третьем. А вы вот вы ездите в районы, вас во всех районах встречают хорошо? Везде меня встречают хорошо. В других районах, как в Теленештах, меня встречают как дома. И это, наверное, и нормально, потому что я там родился, я там вырос. Сейчас бывают места, где, скажем, меньше доступна независимая пресса, меньше доступны каналы телевидения независимые. И тогда люди, конечно, дезинформированы. Им там говорят по этим каналам Плохотнюка и Додона, что я уже стал предателем моей родины. Об этом мы с вами тоже поговорим обязательно в другой части программы. Сейчас, знаете, чтобы мы закрыли эту тему коалиции, я не зря вас спросила про идеологию, потому что есть такие вопросы у многих гражданских активистов, они звучали у некоторых экспертов политических. Почему все-таки не пошли по пути широкой антиолигархической коалиции, раз уж вы действительно говорите о том, что идет борьба с олигархическим режимом. В частности, вот у меня в студии был господин Чубашенко, вице-председатель нашей партии. И он напомнил, как в 2017 году шесть партий тогда, помните, вместе протестовали против изменения системы выборов, чтобы они принимали смешанную систему. Почему все-таки отказались от этой идеи широкой коалиции и решили уйти только на правый план? У меня просьба к вам, если можно, будет в следующий раз спросить господина Чубашенко, если ему ничего не говорить 24 апреля 2016 года. Вы говорите про такой майларг, фронт майларга. Единый фронт создать, да. Единый фронт. Так к этому я призывал все время. Давайте будем бороться вместе. Я узнал, что партия Додона, скажем, была, и Додон после разговора с Плохотнюком вышел на улицы. Они вышли на улицы для того, чтобы дать нам какую-то колоратуру, для того, чтобы Плохотнюк испугал Запад. Вот видите, на улице пророссийские силы, да. Вот тогда вышел на улицу Додон, получая за каждую неделю по миллион лей от Плохотнюка. Я это понял чуть-чуть, об этом узнал чуть-чуть позже. Но все-таки оставил так дела, потому что я знал, что на улице, на площади, это моя страна. Одни смотрят на Запад, другие смотрят на Восток. Одни левые, другие, правые, третьи, центристы, да. Но все желали добра этому народу и этой стране. Все желали, чтобы на нас не наложили эти миллиарды ворованные. Все желали, чтобы мы вернули эти миллиарды. Все желали, чтобы у нас не было коррупции, не было нищеты. Я призывал всех политиков оставить всякую риторику, геополитическую риторику и делать единый фронт против коррупции. Что случилось после этого? 24 апреля и партия Додона, и партия Усатова, или эти лидеры решили, что они не будут больше участвовать в протестах. Платформа, да, осталась на улице, осталась на площади вместе со своим народом. И никто из нас, ни я, ни господин Слусарь, который русский, ни господин Павловский, который поляк, ни другие мои коллеги, которые евреи, который один из них украинец, я говорю про наше руководство партии, никто никогда не делило наших граждан на унионистов, не унионистов, на европейских, или не про европейских. Нет, мы все время говорили, что нас объединяет, да, любовь к этой стране и желание избавиться от коррупции и от нищеты. К сожалению, после этого товарищ Дадон договорился с Плохотнюком о президентуре, о функции президента. Без помощи Плохотнюка, конечно, Дадон никогда... Но вы же тогда тоже выставляли свою кандидатуру, правда, потом отказались в пользу Майя Санду. Перед тем, как я выставлял свою кандидатуру, я обращался ко всем политикам, ко всем, чтобы мы пошли единой кандидатурой. Но, конечно, Дадон смотрел в зеркало и только себя и видел президентом. Другие тоже самое. Да, я выставил свою кандидатуру, как человека из гражданского общества. Я призывал всех, чтобы мы имели единую кандидатуру. Дадон сказал, что он пойдет своим путем. Вы помните, как исключили Усатова, как исключили незаконно, неконституционно решением конституционного суда. И после этого, что мне оставалось делать, если я обещал, что будет единый кандидат? Предложил другим. Поддержали Майя Санду? И поддержал Майя Санду. И она, наоборот, поддержала меня. Вы сказали, чтобы я спросила господина Чебушенко. А вы сами на эту тему с господином Усаком не разговаривали? Потому что он как-то в своем лайфе говорил, что он общается с вами. Нет, когда он мне звонит, я всем... Сегодня утром мне звонил первый раз в моей жизни, общался с другим лидером одной партии. Я со всеми общаюсь. Я отвечаю и людям из других, из селок. Я общительный человек. Но вы меня спрашивали об едином фронте, правильно? Так найдите мне человека в этой стране, который сделал больше, чем я, извиняюсь за нескромность, в том, что означает единый фронт. А кто тогда в 2017 году настоял? Я получал и слева, и справа, за то, что я протестовал когда-то, даже несмотря на то, что тут Дадон, тут Усатый, чуть-чуть там в сторонку были либералы. Были и коммунисты, были партии Петренко, было много людей. Правильно. И все-таки вот тогда вы протестовали. Я делал все возможное, чтобы эти люди не только протестовали, но и действовали ответственно. А насчет того письма, который говорит товарищ Чебашенко, так это письмо, это инициатива как раз моя. И платформы, да. Это моя инициатива. Я пошел ко всем этим людям, чтобы подписали. Правильное было решение тогда. И было пять подписей на одном письме. И, к сожалению, ГИМПу тогда отказался подписать эту бумагу. Потому что он, с одной стороны, говорил, что против этой смешанной системы, а с другой стороны, не подписывает. Так кому ты же служишь все-таки? Интересам народа или все-таки... А через сколько времени после этого, в декабре, вы уже подписали соглашение о создании, о намерении о создании блока тогда? Нет, это было не в декабре. Не в декабре? Нет, вы, наверное, узнали в декабре, потому что мы опубликовали, но подписали мы 20 ноября 2017 года эти намерения. И они были опубликованы после этого. Они были всем открыты. Мы призывали тогда все политические силы присоединиться, политические и гражданские силы присоединиться к этому нашему намерению. И, слава Богу, идем хорошо. Если вернуться к опросу АЭРА, вы видели цифры, которые они показали, да? Рейтинги трех партий одинаковые практически, да? Демократическая 12, ваша партия 12, партия действия Солидарность 12. Как так получается, что у вас одинаковые рейтинги? Ну, что вам сказать? Я бы вам сказал, я не говорю хорошие, нехорошие эти соцопросы. Конечно, в нормальном демократическом государстве очень важны эти опросы. Но вы поймите, я сейчас спрашиваю наших людей, с которыми мы общаемся. Чтобы люди понимали, когда я говорю про наших людей, я имею в виду всех наших граждан. Я не говорю наших соратников или наших симпатизантов, симпатизирующих нас. Нет, я говорю наших граждан, когда я их спрашиваю, и не важно, что они за Дадона, за Бусатов, за других, они говорят, ну, вы понимаете, когда нас спрашивают, приходят люди и спрашивают. Очень многие думают, что это государство. А кто владеет этим государством? Кто сейчас имеет контроль над всеми институтами этого государства? Плохотнюк. Так сказать, что ты за Настаси, который борется с Плохотнюком, опасно. Потому что они не уверены, что эти данные уйдут, не попадут как раз к тому, который издевается над всем этим народом. И наоборот, те, которые чиновники, которые сейчас зависимы от государственных структур, говорят, да лучше давай я там напишу, что за демократическую партию. А уже когда будут выборы, я как раз сделаю так, как нужно. И доказательство тому, что я вам говорю, это то, что было в муниципальных выборах. Помните, когда меня там на третьем месте, кажется, показывали, выше никак не получалось у них там рисовать. Потому что большинство из тех опросов были или партией Плохотнюка, или партией Додона. Тогда АРА или НДА или другие там структуры, зарубежные структуры не делали эти опросы. А внутри наши опросы, деланные Плохотнюком и Додоном, все время показывали меня ниже третьей, четвертой или пятое даже места. А в конце получилось, что люди голосовали так, как правильно считали. И правильно считали, что голосовали не за общего кандидата Плохотнюка Сильвию Раду или за общего кандидата Плохотнюка и Додона Чебана. Господин Анастасий, я сейчас ошибаюсь, если я напомню, что тогда тоже говорили, что выборы уже сфальсифицированы, и итог уже решен, что в первый тур выйдут Ион Чебан и Сильвия Раду, и один из них победит во втором туре. Нет, тот, который говорил, я не говорил, что уже все, наоборот, я все время говорил людям, что мы должны выходить все больше и больше, чтобы... Мы же прекрасно понимаем, что они могут сфальсифицировать, они могут воровать столько, но не столько, сколько мы можем голосовать. И вот поэтому я все время, я знал, что я победил, что будет победа за нами, смогу победить, потому что я чувствовал пульс людей, я с ними встречался. А почему тогда сейчас говорится о том, что будут сфальсифицированы выборы парламентские? А потому что видно, что они уже сфальсифицированы. А вы смотрите, что делает этот вор по имени Шор, который издевается над нашим народом и над нашими людьми. Он издевается над всеми теми, которые, не знаю, путем там... То есть Шор будет принимать участие в фальсификации? Его он принимает за участие, потому что со всеми этими его политическими магазинами, он просто убивает людей, которые создали себе маленький там какой-то бизнес. Он издевается, потому что я встретил человека в суду Молдовы, на юге Молдовы. Он мне говорит, ты знаешь, мне предложили, вот пришли люди от имени этого Шора, и мне предложили, вот ты будешь печь хлеб, но ты его сделаешь пухлее, более пышным, но вот по громажу, чтобы был меньше, чем обычный. Он спрашивает, для чего? Чтобы можно было его продавать подешевле. Это же издевательство над этим народом. Что значит делать его таким же большим, но по громажу меньше? Или продают там всякие эти продукты с истекающим сроком годности. Вот поэтому, это первое, во всех этих магазинах стоит моя фотография, я предатель, я тот, я другой. Так это что означает? А разве вы не требовали закрыть магазин? Никогда. Никогда. Ну вот, давайте найдите мне, где не будешь, где я просил, чтобы эти магазины закрыли. Нет, никогда. Просто всякие эти политтехнологии, общие, Плохотнюка, Дадона и Шора, затеяли вот эту вот, или как, да? А у инвентата, а у инвентата часто минчуны, вот эту ложь, что якобы я сказал где-то, когда-то, так покажите. То же самое, как с моими домами. Помните, в этой компании они говорят, что у меня есть 11 домов, но никогда никто не показывал это. Так покажите, если у меня есть 11 домов, покажите их. Что вам стоит? Нет, я показал их. Я привез, принес в студии фотографии моего дома, дома моей мамы, дома моей свекрови, сараи всякие, да? И все люди видели. И закончилась вот эта вот кампания. Очень много вопросов, поэтому я буду вас прервать. Почему вы все-таки категорически отказались рассматривать идею бойкота? Разве есть не участие ваших двух партий при поддержке других партий, оппозиционных, не поставило бы под сомнение вообще легитимность этих выборов? Конечно нет, конечно нет. В республике Мазбург, давайте вот так. Те, которые, понимаете как, те, которые вот пришли с этой идеей, пусть они и доказывают. Доказать мне, что сейчас, не знаю, как далеко, даже не могу, сколько на планете людей никто не может. Да, мы можем говорить про 7 миллиардов, про 8, но сказать точную цифру не можем. Если кто-то сказал, что 7 миллиардов, 700 тысяч, 700 миллионов, пусть он доказывает, что я должен доказать, что это неправильно. Но вы сами понимаете, в республике Молдова 40 с чем-то партий, правильно? Если мы не будем участвовать, сколько партий? Ну 7, ну 8, ну 9, ну 10. Но все-таки у Плохотнюка есть свои рычаги для того, чтобы участвовали там 5, 6, 7, 10, 20 партий участвовать. Будет Лянке участвовать? Конечно он будет участвовать, так он же в крючке у Плохотнюка. Но будут участвовать и другие. Будут участвовать вот эти партии Додона и Плохотнюка. А имеются страны, где имеются только 2 партии. И участвуют, и ничего, никаких проблем. Почему вы думаете, что если мы сделаем этот бойкот, кто-то на нас будет смотреть? Не хотите участвовать, ребята, не участвуйте. Вот мы можем говорить об этом, и мы можем говорить и с нашими европейскими, и с западными партнерами, с которыми у нас есть Аккорду Диасу Чьери. Договор об ассоциации. Об ассоциации. Вот мы должны все делать так, чтобы понятно было, что уже выборы сфальсифицированы, что результаты уже видны. И вот тогда общими усилиями, когда у нас будет гарантия, что цивилизованный мир, если хотите, не будет признавать эти выборы, мы можем говорить об этом. А сейчас? Просто отказываться от борьбы? Нет, я не собираюсь отказываться от борьбы. Мне те же люди. Я могу вам сказать, кто эту идею затеял. Кто? Есть товарищи, которые, знаете, легче ничего не делать. Да абсолютно ничего не делать. Лучше ничего не делать и сказать, мы бойкотируем. А на второй день увидим Плохотнюка с 30 мандатами, с 30 и так далее. Они это предложили, на ваш взгляд, от чистого сердца? Боюсь. Или вы считаете, что им за это заплатили? Нет. Нет, наверное, из других соображений, чем вы говорите. Я предложила два варианта. Вы сейчас про какое из других соображений? Наверное, потому что недорассчитали. Ага, все понятно. Недорассчитали, что может из этого выйти. Наверное. Потому что люди, обычно, те, которые об этом говорят, они не составляют, не входили в политику. Они не являются политиками или не являются членами каких-то партий. Я вашу позицию поняла. Ответственности? Никакой ответственности нет. Правильно? А у нас есть такая ответственность. 13 сентября, когда люди вышли на улицы, там их было десятки тысяч. 6 сентября были больше, более 100 тысяч. Люди просили делать альтернативу, политическую альтернативу. Вы говорите, Дадон, ЖОС, Плохотнюк, ЖОС, тогда Филат, ЖОС, ГИМП, ЖОС. Так составляйте нам, дайте нам альтернативу. И мы создали эту альтернативу. Для чего? Для того, чтобы бойкотировать? Нет, конечно, выходить, бороться, призывать всех людей. Независимо от того, на каком языке они разговаривают. Независимо от того, какую геополитическую политику они... Господин Анастасий, я вашу позицию поняла. Я буду вас прерывать, не обижайтесь. Потому что очень много вопросов. Вот в этой связи, раз уж вы сказали, что есть необходимость бороться для того, чтобы пройти парламент, набрать максимальное количество голосов. В случае, если вы все равно не набираете 51 голос, соответственно, не имеете возможности создать свое правительство, вы будете в оппозиции или вы будете все-таки вести переговоры по созданию коалиции? Конечно, мы сделаем все возможное для того, чтобы мы пришли к власти. Чтобы у нас была власть. Мы будем работать. Я сейчас работаю. Наверное, чувствуется, что я уставший. Правильно? Незаметно. Видно, что вы энергично сейчас отстаиваете позицию партии своей. Не только партии. Я отстаиваю позицию наших людей, которым нужны перемены. Согласна. Так что мы будем делать, если проходим в парламент? Во-первых, мы будем бороться за то, чтобы у нас было более 50% или более 50% мандатов. Будем делать все возможное для того, чтобы наши люди понимали, что Плохотнюк, Дадон, Шор – это одно и то же. Про Лянка там просто не хочу говорить, потому что он сейчас никому не нужен. Может, Плохотнюку еще пару месяцев и все. Люди должны понять, что Плохотнюк, Шор и Дадон стремятся оставаться у власти для того, чтобы не попали в тюрьму. Для того, чтобы все нажитое им незаконное имущество оставалось у них, а не вернулось к людям. Мы сделаем все возможное. Вы же понимаете, что это не означает, что у вас 100% будет. Нет, конечно, не 100%, но мы должны открывать людям. И в первую очередь... А если нет, вы будете в оппозиции. В первую очередь я хочу обратиться к русскоязычному населению, которое было обмануто на протяжении многих лет всякими этими Дадонами, которые борются якобы за интересы русскоязычного населения. Да никто не борется за ваши интересы. Просто издеваются над вами и обманывают на протяжении стольких лет. Если у нас не получится взять большинство, конечно, мы посмотрим, кто из тех, которые попадут в парламент, принимают наши условия бороться с коррупцией, бороться с нищетой. Если нет, тогда будем делать жесткую оппозицию. И вы посмотрите, как делается оппозиция. Не так, как делает сейчас Дадон. Знаете, как делает сейчас Дадон? Ой, сопротивляется якобы, но промульдирует закон об амнистии капитала. Потом чуть-чуть сопротивляется не ставить свою куметру, сочиния Степентру Дадон, Сильвия Раду. Я не знаю. Я тоже не знаю. Я не вхожу в молдавские родственные связи. Помните, он был в хороших отношениях. До выборов все было нормально. Фотографии были всякие. А когда ее назначили, Плохотнюк назначил ее министром, ох, как сопротивляется Дадон. А вот когда... Вы, Настасья, а как вы будете сопротивляться, если будет, допустим, 61 голос на 40? Нет, я вас очень прошу. А вот, люди добрые, а вот когда Плохотнюк предоставляет Дадону законы антинародные, я так понимаю, что когда вы говорили о трибуне, вы имели в виду именно это. Правильно. Отвечайте, пожалуйста, на мои вопросы. Он делает цирк для вас, чтобы обманывать, чтобы вы понимали, чтобы вы думали, ой, как борется, но ему не позволяют. Это неправда. Неправда. Вот я спрашиваю людей, почему вот якобы в прошлом году... Андрей, я понимаю, что вы хотите сказать все про них, но мне интересно узнать немножечко и про вас, не только про них. Про вас, про меня, окей. Спрашивайте про них. В случае, если, допустим, у вас будет 40 мандатов, да, но вот оптимистичные прогнозы говорят об этой цифре приблизительно, да, экспертов. Понятно, как вы будете тогда? Вы будете... Ваши голоса не будут особо влиять, в принципе, потому что закон принимается 51-52 голосами. Я как-то говорил уже об этом, и кто-то из нынешней оппозиции чуть-чуть обиделся. Я сказал, что если у нас будут 20 человек в парламенте, то такие законы, как об амнистии капитала, или закон о продаже нашего гражданства всяким там бандюганам из всего этого мира, не прошли бы. Не прошли бы, если было бы 20, а вы говорите про 40. Вы понимаете, что это такое? Так вот, в парламенте, будучи в парламенте, будет весь народ там. Никто еще не призывал народ. Народ, приходите сюда. Вы понимаете, что вот на следующей неделе, знаете, что хотят эти делать? Вот, земельный кодекс хотят провести через парламент, а там открываются ворота для всяких иностранцев покупать наши земли. Знаете об этом, да? С нами в парламенте такие штучки не проходят. Даже если у нас будет там только 40 людей. У меня уже, если честно, ухо разрывается, надо выйти на рекламу. Я прошу прощения. Мы выходим на рекламу, вернемся в студию после рекламы. Реклама плясит незаметно. Оставайтесь с нами. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях председатель партии «Платформа достоинства». Правда, Андрей Анастасий, Касмин Анастасий. Еще раз напоминаю, что мне интересно больше, что будете делать вы, и как обстоят дела у вашей партии, блок, в который вы входите. Поэтому вопрос у меня сейчас будет следующий. Когда будут результаты этих фильтров, которые вы прошли? Вы знаете уже? Результаты? Да. Сколько человек прошли этот фильтр? Нет. Конечно, мы каждый день работаем над тем, чтобы у нас были лучшие люди и в округах, и по списку. И чтобы вот этот отбор или эти механизмы отбора были соблюдены всеми сторонами и так далее. Но сказать вам, как быстро это будет, это все равно время летит. А законодательство не оставляет слишком много вариантов. Так что я думаю, что в течение месяца вы уже будете знать. И все мы будем знать. А у вас уже есть подготовленные списки? Нет. Парламентские списки вы еще не делали, да? Сказать, что они все готовы, и вот, конечно, нет. А они будут делаться по принципу 50 на 50? Мы говорили, какие нас принципы связаны. Но я имею в виду, от двух партий сейчас, не от гражданского общества. Будет равное количество кандидатов? Не обязательно. Мы не про количество говорим, а про качество и про способность наших кандидатов устоять перед всеми методами, на которые могут или рассчитывают наши оппоненты, наши враги. А вы готовы уступить первое место в списке Майя Санду? Я готов уступить и вам. Если вы пройдете эти фильтры, если вы пройдете, я уверен, что вы прошли. Я давно не участвую в предвыборных кампаниях, только в качестве журналиста или поставить штампик на избирательный бюллетень. Смотрите, я никому не предоставляю или нет, но я готов. То есть у вас нет внутренней борьбы, кто будет возглавлять список? Это было бы глупо, мне кажется, чтобы бороться за какое-то там место или нет. Нет, мы сейчас боремся за то, чтобы наш список был очень качественным. На этом списке были люди неподкупные, были люди профессионалы, были люди совестные. Это обязательно, чтобы совесть присутствовала, потому что у нас политиков без совести достаточно было до сих пор. Они беспардонны. Вы смотрите, кто нас руководил в последнее время, и вы увидите, что с самого начала у них не было совести. Нас обманывали, и мы даже не видели. Так что совесть... Вы повторяетесь, поэтому я буду вынуждена вас прервать. Господин Анастасий, вчера Юрий Лянко заявил о том, что Европейская народная партия обратилась в прокуратуру проверить ваши доходы, вашу налоговую декларацию, и кто оплачивал, в том числе и обучение, вы знаете, вашим детям. На какие средства вы живете? Как вы это прокомментируете? А вы думаете, мне стоит прокомментировать состояние человека, который был... То есть вы не боитесь, если вас пригласят в Генеральную прокуратуру? В Генеральную прокуратуру, так я уже сказал про наши структуры. Они подконтрольны одному олигарху, и после того, как они меня называли предателем народа, так пусть они занимаются, чем они хотят, но комментировать, комментировать человека, который... А вы должны будете давать какой-то официальный ответ? А на каком основании? Что я был когда-нибудь премьер-министром? Я был когда-нибудь министром? Я был когда-нибудь работал на государстве? Вы были прокурором. Нет, я был в 1997 по 2000 год я был прокурором. Когда я был прокурором, я жил в общежитии, еще после этого 11 лет. Он говорит, послушайте, ну это же глупо. Человек, который подписал кражу миллиарда от всех тех, которых нас смотрят, он хочет знать, на какие средства я живу? Не хотел бы он знать, что моя семья находится далеко от меня, что находится и находится там не потому, что я так хотел, а потому что в 2012 году его сутенер, политический, конечно, а может не только политический, его сутенер, Плохотнюк, пригрозил моей семье филаши, маурмаря, преследовал мою семью. Пожалуйста, вы тоже поймите, я сегодня вечером по дороге тоже мне звонили, вот как вы комментируете, я вижу, что журналист не чувствует себя ловко, не чувствует себя ловко, потому что завтра такой же идиот, как Лянка, меня обвинить... Давайте без оскорблений все-таки, господин Анастасия. Нет, почему, это не оскорбление, это еще мягко сказано про этого человека, который украл у моего народа миллиард, понимаете? Под его подписью ушел миллиард из государственной казны. Я боролся до сих пор с теми, которые воровали, с теми, которые превратили нашу страну в помоечную, в ландроматии, в российской мафии ландроматии, да? И в конце, после этих трех лет, меня должны... Нет, их должны проверять. По крайней мере, чтобы знал и Шор, и Плохотнюк, и все, которые интересуются, из каких доходов я живу, ни из доходов Шора, ни из доходов Плохотнюка, ни из доходов, ни из миллиардов, украденных у нашего народа. У моих детей есть отец, есть мама, которая сейчас вместе с ними. И мы можем и без Юрия Ляньк, с вами Грижединой. Раз уж мы сговорили о прокуратуре, то прокуратура, насколько я понимаю, отправлена еще, и что, одно обращение, где фигурирует тоже ваша фамилия, это опен диалог, итоги парламентской комиссии опен диалог, там довольно громкие звучат обвинения. Да, для меня, допустим... Предательство Родины. Измена Родины. А, измена Родины, да, да, измена Родины. Так вы понимаете, что этим ничего не осталось сейчас? А что им остается? После того, как... Господин Анастасий, а все-таки, кто финансировал вот эту поездку, ради которой была собрана эта комиссия? Давайте сначала, потому что наши люди должны знать, вот те, которые нас смотрят, о чем идет речь. Я, Майя Санду, журналисты из нашей независимой прессы, люди из гражданского общества, были приглашены в Европарламенте для участия в одном мероприятии, скажем, да, или ивенте, или унивенте, да. Что мы там говорили, можно смотреть по телевизору. Я говорил про кражу миллиарда, я говорил про ландромати, про отмывание 30 миллиардов долларов, которых я разоблачил в 2013-14 году. Я понимаю, вопрос не к тому, что вы там говорили, а вопрос к тому, на чьи деньги вы туда поехали. Нет, это очень важно, нет, Лиля, это очень важно, потому что 90% всей этой прессы, контролируемой Плохотюком, говорят, что мы были финансированы, и люди могут... Ой, сколько же они брали? Я вам скажу, сколько. Билет туда и обратно, до Брукселя, на самолете Air Moldova, не на чартере, как летят Плохотнюк и Дадон. Чартер это означает сотни тысяч. Я Дадона видела в эконом-классе, если что, последний раз. Очень хорошо, вы его не видели в чартере, потому что вы там не были. Нет, я не летаю чартером. Ну, видите, а он летает, и Плохотнюк тоже, и Шорт тоже. А из чего? Из краденных миллиардов. А вот я, Майя Санду, или Наталья Морари, или там другой журналист, мы участвовали, и эту поездку оплатили организаторы мероприятия в Европарламенте. Сколько это стоило? Скажу вам. Два билета туда и обратно, да, до Брукселя. Можно посчитать, наверное, 300 евро. И проживание, наверное, еще 200 евро. Это 500 евро. Вы думаете, вот те, которые смотрят, вы думаете, мы не могли себе заплатить эти 500 евро? Или же, если какое-то финансирование пришло бы к нам, почему должны были платить за билеты? Почему они не дали нам наличные? Вы понимаете, что нас дурачат? Нас обманывают. Нас над нами издеваются. Те, которые украли миллиарды, сейчас что им остается только? Кстати, ну все-таки, вы сказали, что вас приглашали туда как физическое лицо. Правильно. А сегодня появилось вот этот вот скрин приглашения, на котором написано, что вас и госпожу Санду приглашают как председателя политических партий. Нет, послушайте, давайте скрин, давайте я вам прочту, чтобы это было, да, и покажите, пожалуйста, и... Или это не... Нет, 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 смотрите. Да. Смотрите, вот когда... Вы работаете тут, да, правильно? Да. Если вас вызывают куда-то... Я не председатель политической партии, я журналист. Нет, вы не председатель политической партии, но, конечно, у вас есть и титулатура. Помимо того, что я председатель партии, да, меня как-то избрали председателя консилия Мария Национальная, да? Да, было такое, помню. Я еще и правозащитник. С какого у вас титулов? Я адвокат. А если я участвую где-то, если я еду по, не знаю, по миру, так я все время беру с собой партию, что ли? Давайте не будем... Послушайте, это просто издевательство над теми, которые нас смотрят. Их обворовали. У них украли миллиард. Их заставили, наших людей, наших граждан, заставили заплатить еще. То есть это неправда, вот этот вот скрин неправда, я правильно понимаю? Я даже не... Скрин от чего? Молдова... Это приглашение, копию его выставили сегодня в интернет. Нет, это не приглашение. Нет? Нет, это не приглашение. Это просто адженда. Как будет адженда? Ну, то, что... Вот мы говорили, и меня там представили как председателя партии. Не написали бы там много, больше и так далее. Давайте, я еще раз говорю. Давайте, у нас есть много вопросов, господин Анастасий. Вы все время возвращаетесь к одним и тем же вопросам. У меня есть другие вопросы. Есть вопросы от людей, которые голосовали за вашей кишиню. Это приглашение, как раз Майя Санду представила. Майя Санду опубликовала это приглашение. И знаете, кто нас приглашал в Европарламенте? Не какой-то там секретарь или нет. Нас приглашали там председатель субкомитета. Вы знаете, но вот наши зрители не знают, Лиля, председатель субкомитета, подкомитета, или не знаю, как, да, субкомиссии по секретаре шапераре. Как будет? По безопасности и защите. Господин Анастасий, но все равно оплачивал этот фонд, насколько я понимаю. Приглашали одни, а оплачивал этот фонд. Но вы видели, что есть обращение в прокуратуру, в СИБ, в общественные. То есть вы готовы давать показания на эту тему? Почему вы на комиссии не давали показания? Вы пришли. Почему вы думаете, что мы не давали показания? Мы пришли в комиссию. Мы же не зашли, насколько я видела. Мы не зашли, потому что они хотели сделать все это секретно. Сделали бы секретно, а после этого выходили бы на улицу это время, тот, который покупал Плохотнюк, как укроп на рынке. Или вышел бы Лебединский социалист, или вышел бы Боля, или вышли там человек Лянка, и говорил бы всякую ерунду. Нет. Мы сказали, мы идем в эту комиссию, но приглашаем и прессу. Почему прессу? Потому что мы хотели, чтобы весь народ знал то, что мы говорим. А раз вы нас не пускаете вместе с прессой... То вы решили сделать брифинг там, у двери. Если вы нас не пускаете вместе с прессой, тогда мы все, что мы хотим этой комиссии сказать, говорим перед прессой. Что еще нужно? И все мы сказали. Ну, абсолютно все. И мы можем прямо сейчас отвечать, я могу вам отвечать сейчас на все вопросы, которые хотел задавать время. Но только вы понимаете, что это издевательство над мною. Я не Игорь Время, чтобы сейчас вам задавать вопросы, я член комиссии. Надо мною и над честными людьми. И у меня есть другие вопросы сейчас для вас, господин Анастасий. Давай. Есть много вопросов от жителей Кишинева, в том числе от тех, кто голосовал за вас. Они спрашивают, вы считаете, что вы защитили голоса их, или вы не смогли защитить их голоса? И где гарантии, что после парламентских выборов не случится прецедент «бердилов» в кавычках? Спасибо за то, что человек ответил. В первую очередь, у меня не было возможности вашим телезрителям, я знаю, что большинство из них голосовало за меня, даже если они русскоязычные. Потому что я считаю, что эти люди знают, как отличить «Грилу» и «Денегина». Как будет? Ложь от правды. Да, да, да. Да, хорошо? Зерна от плевел. От плевел. Окей. Спасибо вам большое за то, что вы доверяли мне и голосовали. На ваш вопрос, на вопрос вашего телезрителя, если я смог или не смог защитить их голоса, конечно, мы все можем говорить, что мы не сумели. Я тоже сам защитить эти голоса. Я это говорю и нашим западным партнерам. Мы не сумели, мы не сумели сохранить или с АПРМ защитить демократию в Молдове. Мы не сумели этого. И я им же говорю, и нам всем говорю, мы не должны допустить этого и в следующих выборах. Я могу сказать, что делал все возможное для того, чтобы выбор наших сограждан, наших кишиневцев был соблюден, чтобы у них сегодня была другая столица. Столица, в которой пришли бы инвестиции. Столица, в которой на следующий год бюджет на следующий год был в два раза больше. Вы смотрели, какой проект бюджета на следующий год в Примарии? 4 миллиарда 200 миллионов лей на расходы. 3.8 миллиардов на доходы. Вы видели, наверное, на протяжении 10 дней, сколько мы ждали, чтобы подтвердили мандат. Я разоблачил схемы, криминальные схемы из этой мафии недвижимости, которую контролирует Плохотнюк, на сумму более 100 миллионов евро. А на сегодняшний день, какова судьба? Вы были здесь на рынке Алешиной. Люди должны знать это. На следующий год у Кишинева был бы другой бюджет, на два раза больше, чем в прошлом. Как это можно было? Уничтожив все эти схемы, проведя инвентаризацию всего имущества города и так далее. О чем говорит только Кадриану, но ничего не делает. И не только пустить один троллейбус туда или другой туда. Вы сейчас говорите о том, что, возможно, было бы на сегодняшний момент, мы имеем ситуацию, при которой, вы сами сказали, не получилось защитить свой голос. Несмотря на то, что обращался даже Петр Михайлович к правительству о том, что необходимо все... Не только обращался Петр Михайлович, была резолюция Европарламента. А вот на ваш взгляд, как можно было поменять это решение, чтобы вы все-таки, раз вы считаете, что вас избрали законно, чтобы вы смогли дальше исполнять обязанности примара. Во-первых, это решение не должно было быть, потому что оно незаконно. Но оно уже случилось. Но оно уже случилось. Я лично создал все условия для того, чтобы они отменили это решение. Мы обратились в суд. Мы обратились в суд, и они аннулировали этот протокол. А сейчас они тянут с этой ревизионной нашей жалобой, тянут уже на протяжении... До парламентских выборов? Наверное, и больше. А если будет решение к парламентским выборам о том, что да, вы признаетесь законно избранным мэром Кишнева. Вы останетесь мэром Кишнева или пойдете уже к парламенту? Давайте мы не будем гипотетически всякие... Смотрите, вы говорите, если бы я стал примаром, то я бы смог бы... Вы тут гипотетически допускаете, а когда я вас спрашиваю, вы не допускаете. Лиля, давайте дучиться на диризорию. Нет, нет, я говорю, что... Я вам говорю, потому что это зависит от меня, да? А сделает он или не сделает, я вас хочу уверять, никогда Плохотнюк не допустит ни одного дня, чтобы я был примаром. Потому что он боится, боится, знаете чего? Чтобы у меня была власть. Он боится оставить власть в руках человека неподкупного, человека, который боролся с ним на протяжении 7 лет. А как вы будете... А в случае парламентских выборов, если будут решения по определенным округам, как тогда? Вы тоже будете пытаться защищать эти голоса? Как вы думаете? Так же, как Пишнева? Вы меня видели, чтобы какое-то недвертате, несправедливость... Я не стал участвовать, или не то, что не стал участвовать, не стал защищать. Так в то время, когда, я не знаю, помните, когда сняли Усатова с выборов в 2014 году? Найдите мне политика, который бы кондомнат осудил бы, никого не найдете. Потому что правые были заинтересованы из каких-то соображений. Дадон был рад, потому что он остался по левому флангу. Я не был политиком тогда, но я осуждал решение. Я боролся как мог. Я об этом говорил, я говорил всем западным партнерам, чтобы они этого не допустили. Потому что тогда его сняли, после этого снимут другого. Давайте дальше перейдем, есть еще вопрос. Господин Анастасий, референдум по количеству изменений депутатов. Вы когда-то тоже выступали с инициативой уменьшить количество депутатов в Республике Молдова. Уменьшить законно, уменьшить уважая волю народа. А если провести референдум, а потом избранный парламент примет это решение в парламенте? Послушайте, я это делал конституционно. Я это делал с открытым, не знаю, уважая наших людей. Я пошел к ним, не только я, но и моя команда. Собирали 400 тысяч подписей для того, чтобы изменить конституцию. И сделать референдум какой? Конституционный. А это означает, что сразу после того, как люди голосуют за, это и все имплементиазы. Обнедряются. А что делает Плохотнюк? У него было время для этого. Тогда он просто взял через ЦИК и бросил эти подписи. Эти подписи четверти рецинициста, четверти населения. Он взял и бросал их в урну. После этого у него было с 2015 года, до сих пор у него было более двух лет, скажем, да? Когда он мог это сделать в парламенте Республики Молдова. И чтобы это можно было действовать, чтобы действовало в следующем парламенте. Что делает этот сутенер политический и уголовный? Что он делает? Он говорит, издевается над народом и говорит, вот мы будем делать. И дело, и мы будем организовать референдум какой? Консультативный. Но вы же понимаете, что его решение может быть принято в парламенте в дальнейшем. Нет, можно было принимать в парламенте до сих пор. А консультативное, это уже решат другие. Не люди решат, а другие парламентарии. Так что, люди добрые. Но это тоже нормальная процедура и существующая. Они просто над вами издеваются. Как раз то же самое делал и Додор. А сама идея, вы до сих пор поддерживаете о необходимости сокращения количества депутатов? А как вы думаете, если я ходил принт фрик, принт плае. То есть да, вы поддержите. Послушайте меня правильно, потому что завтра выйдет титул, титул к Москве. Заголовок. Настасия поддерживает идею Плохотнюка. Это не идея Плохотнюка, он издевается над этим народом. Я собирал подписи вместе с моей командой для того, чтобы изменить эту конституцию. Лапроприл. Так что, вы меня не спрашивайте, если я поддерживаю эту идею. Если я собирал, значит, я настаивал на это. Но о Плохотнюке я хочу вам сказать, что он просто издевается над вами. То же самое делал и Дадон. Когда пришел с инициативой организовать референдум, реценец, референдум консультатив. Как будет? Консультативный. Консультативный референдум об аннулировании закона, на основании которого ставили на наши плечи миллиард. Почему консультативный, если закон тебе дает право на законодательный референдум? Кто тебе мешал, Дадон, делать это? Никто не мешал. Он просто... Когда в эту студию придет Игорь Дадон, я вас спрошу об этом. Нет, вы его приглашайте, пожалуйста, чтобы... Но, к сожалению, не все приходят на независимые каналы. Не все, но приглашайте и меня, и его тоже. А может, Плохотнюка приглашайте. И у нас будет к ним очень-очень много вопросов. Господин Анастасия, депутаты приняли изменения в предвыборной агитации в день выборов. Теперь она будет разрешена. Как вы относитесь к такой инициативе? Это просто издевательство. Еще раз говорю, издевательство над всеми нами. Да, имеются страны, где в день можно делать агитацию. Но это страны, у которых демократия есть, а у демократии консолидаты. Понимаете? Развитая демократия. Развитая демократия. То, что они предложили сейчас, это просто, еще раз, они издеваются над нашей демократией, над нашим государством. Вы себе представляете, что будет в день голосования? И для чего они делают это? Потому что они хотят, они используют все эти рычаги на протяжении четырех лет. Им это недостаточно. Они хотят это делать и в день выборов. Сегодня я слышал, что этот коммунист, демократ, он не комсомолец. Все, что хочет, это цирбу. Но он не был в комсомоле. Не был в комсомоле. Тогда, да, по возрасту уже. Он сразу у коммунистов был. После этого он стал демократом. Про-европейцем уже стал. А сейчас уже про-молдовой стал. Так он пришел с поправкой к этому законодательству, чтобы уже даже этих сто метров не было. Помните, что в самом начале они сказали, что можно делать агитацию в день выборов. Но разве это не будет работать на все партии, которые принимают участие в этих выборах? Нет, не на всех. Будет работать на тех, которые привыкли использовать деньги, коррумпировать людей и так далее. Вот на что они рассчитывают. Но обращаюсь ко всем нашим людям. Вы чуть раньше говорили, что наших людей обмануть уже невозможно. Они сами понимают уже, за кого надо голосовать. А сейчас говорите, что можно будет коррумпировать перед избирательным участком. Нет, вы не слышали, наверное. Я вам сказал, что эти методы работают не на тех, которые чисто хотят выиграть выборы, а работают на тех, которые привыкли этого делать. Но я обращаюсь к нашим людям, ко всем людям, чтобы они понимали, что любые методы, любые международные способы, которые бы они не приняли, не могут работать больше, чем наше желание иметь нормальную страну, свободную страну, чтобы иметь тут, дома, рабочие места. В свое время на нескольких предыборных кампаниях Владимир Воронин говорил следующее. Берите у всех то, что вам предлагают, а голосуйте за нас. Поэтому... Я такого не скажу. Вы знаете, конечно, каждый решает за себя. Каждый решает за себя. Но я не могу себя, не могу допустить, чтобы меня так оскорбил кто-то, давая мне, не знаю, ручку... Я не думаю, что кто-то из наших людей будет голосовать за ручку. Если, Анастасия, еще одна инициатива, тоже связанная с выборами. Гречку или там другую. Тоже связанная с выборами относительно установки камер на избирательных участках. Разве это не борьба с возможной фальсификацией? Разве это не защита от фальсификации? Нет, в той формулировке, которую они нам представляют, конечно, нет. Это просто интиминация наших людей. Потому что, если они хотят, пусть они ставят камеры. Для меня это не проблема. В нормальном государстве, в цивилизованном государстве, в государстве, где действуют институты власти, конечно, не проблема. Но они же не делают так, чтобы все будет, чтобы было все онлайн. Чтобы все было напрямую. Чтобы люди видели, что там ходят люди... Вы понимаете, сейчас технически возможно проверить, был монтаж или не был. Я объясню, для наших телезрителей ставятся камеры, в которых ставится чип, который на протяжении всего предвыборного дня снимает. В конце этот чип изымается, точно так же, как и избирательные бюллетени. Он тоже, насколько я понимаю, пломбируется и дальше находится, сдается в сейф. И в случае, если кто-то говорит, что были на избирательных участках какие-то там вбросы или еще что-то, какие-то нарушения, достается и отсматривается. Как прошло? Скажите мне, пожалуйста, почему бы не поставить, чтобы это было все онлайн? Чтобы любой из нас мог смотреть, что там делается. Чтобы тот, кто заметил, что там что-то незаконное... До этого будут представители и наблюдатели на участках. Будет, конечно. Вы понимаете, что все это делается с этими камерами для того, чтобы интимидарии, кумус-фей интимидарии. Запугивание. Запугивание людей. Одним скажут, если вы не пойдете, обязательно вас там оштрафуют или освободят из должности и так далее. Другим скажут, вы смотрите, что камеры будут и внутри этих... Они не будут снать? Конечно, не будут. Конечно, не будут, но пропаганда у нас такая. Так что на этот момент... Об этом мы с вами сейчас и говорим, что камеры будут установлены так, чтобы было видно избирательную урну, а не для того, чтобы было видно, за кого проголосовал человек. Очень хорошо. Тогда пусть они будут онлайн, чтобы всем было видно, что там творится. А не то, что они записывают на протяжении с 7 часов утра до 9 часов вечера, а дальше тоже они будут контролировать. Но там будут ваши представители-наблюдатели, будут представители промо-лекса и многих других организаций. Разве нет? Еще раз говорю. Могут быть наши представители. Не большая кража не там делается. А где? Социальными там подарками перед выборами. Запугиванием людей в учреждениях, государственных учреждениях. У всех наших партий будут и обсерваторы. Да, представители-наблюдатели будут. И независимые будут. Все правильно. С правом подачи апелляции. Так что я лично не нуждаюсь в том, чтобы там зарегистрировали наших избирателей. Но если они хотят ставить, так пусть они делают это, чтобы было публично, чтобы было онлайн. Чтобы это видели все. Подождите, Ксмин Настасья. После последних выборов, сейчас мы заканчиваем с вами. После последних выборов, я помню, был разговор о том, что голосовали чуть ли не мертвые. С кладбища приходили, голосовали. Ну, в СМИ были такие, что человек находится за границей, а здесь поставлена подпись, что он проголосовал. Соответственно, если кто-то вдруг говорит, что меня не было в стране, а я проголосовал, это видео покажет, голосовал или не голосовал. Я понимаю, что мы с вами немножко по-разному видим работу этих камер. Нет, не по-разному. Потому что можно проверить, пришел человек или не пришел, но за кого он проголосовал, проверить будет невозможно. Да, но они хотят запугивать людей, что вот если вы должны голосовать правильно. Я, честно говоря, это только от вас сейчас первый раз слышу. Да, вы походите, пожалуйста, по нашим селам и вы увидите, вы спросите у людей. Вам нужны эти камеры? Я почему-то думаю, что на выборах у нас и такая возможность появится, поездить по селам и поговорить с людьми. Супер было бы. Спросить, что они думают по тому или иному поводу. Но, чтобы вам было ясно, меня не пугают эти камеры. Меня не пугают. Меня пугает пропаганда, которую будут строить эти находящиеся у власти в предвыборной кампании. Господин Анастасий, вы вчера в программе у Ларина Бокса сказали, что завтра парламентские, скоро президентские выборы. Это вы случайно оговорились или вы уже готовитесь и на президентские тоже? Или не в том смысле было сказано? Не снимайте из контекста. Меня спрашивали, как идут разговоры с другими партиями. Я сказал, что у каждой из этих партий должна быть ответственность, потому что время летит очень быстро. И сегодня парламентские, а завтра будут президентские. Ждать их до президентских никто не собирается. Может в этом смысле. Так что ничего такого. А, вот это хорошо. И заключительный вопрос все-таки. По одномандатным округам ваши кандидаты пойдут тоже от блока или от каждой партии отдельно? Нет, только от блока. Только от блока и чтобы все люди знали. Никаких независимых нет. Если есть независимые, то это независимые как раз как Сильвия Раду. Вот в Телинештах, скажем, что случилось? Есть там один примар. Зовут его Лерик. Что он сделал? Он отправил всю свою территориальную структуру, ПЛДМ, отправил Плохотнюку в кармане. А он якобы, как называется, индепендент. Никакой он не индепендент. Он зависимый от Плохотнюка человек. Вот поэтому ни за каких независимых, так называемых независимых, не надо голосовать. Нужно голосовать за людей, которые... Вы сейчас отбили желание у некоторых людей, которые просто хотели сами попробовать. Неужели? Потому что у нас на каждых выборах были даже как бы... Дайте мне человека. Ну, после программы я вам дам парочку знакомых. Отправьте мне, пожалуйста. Я хотел бы с ним переговорить. Узнать у него... Господин хороший, скажите мне, пожалуйста, какой же вы все-таки независимый? И что вы сделаете в парламенте... Секунду, пожалуйста. Секундочку. Нет. Те, которые на предыдущих парламентских выборах, когда была еще та старая партийная система, шли как независимые. Они были независимые? Другое дело было тогда. А сейчас вы не допускаете, что могут быть такие же люди, желающие быть просто сами по себе? Не допускаю. Не допускаю, потому что я знаю, как пугают людей. Я знаю, что случилось со всеми... Но вы же не боитесь, значит, может кто-то еще не бояться? Так я не боюсь. Я не иду по... Если я не боюсь, я нахожусь по этому списку вакуум. Я нахожусь в партии платформа «Да». Если я не боюсь, я не поставил себе там шапку «Индепендент». Правильно? Потому что я понимаю, что если я был бы один... А если люди не хотят идти ни в какую партию? Так хорошо. Я вам скажу... У неподкупных людей. Да. У людей, как вам сказать, честных, совестных людей есть место на наших списках. Есть место в нашей партии. Если они считают, что наша партия им не... Ну не подходит идеологически. Так пусть они решают. Или с социалистами, или с демократами, или с другими. А те, которые... Я вам говорил сейчас про тех, которые якобы они будут индепендентны. Независимые. Мы таких видели. И только после того, как они будут в парламенте, быстренько они будут в какой-то там... Как я скажу, в группировке. Нет, так нельзя. Как будет на русском «осуматься»? Ответственное. Не, не ответственное. Люди добрые, вы сами найдете, не знаю, перевод этого слова. Давай, давайте будем осуматься. Iатă, мы acceptаем, чтобы они не примут все люди, которые не примут в семье, которые им примут все наши. В общем, ответственность. Нет, осумать. Мы не разберем с корупцией, мы не разберем с сракия, мы не разберем с недрептатой. Иатă, кто хочет приехать в нашу, что в такое, Не можешь сделать один один, что ты будешь с корупцией, не можешь бать один один, что ты будешь сракия, или как надо быть сцентрой, что ты будешь в семье. Понимаете? Доказательство тому, что в Республике Молдова при захваченном государстве, при захваченной прокуратуре, при захваченной юстиции нет независимых, не могут быть независимые кандидаты. Вы это должны понять. Как нет независимых мэров. Ну нету таких. Они сейчас независимые только для того, чтобы Плохотнюк их не дергал. Они все молят Бога, чтобы мы избавили их от Плохотнюка. Вы сейчас практически все, кто хотел, может быть, пойти, назвали заведомо зависимые. Давайте тогда будем заканчивать. Это мое мнение, Лилия? Да, я понимаю, что это ваше мнение. Я имею право его не разделять, согласитесь. Абсолютно. Давайте будем тогда заканчивать программу. А заканчивать программу мы будем на хороших новостях, потому что завтра нашему каналу исполняется 22 года, со дня первого эфира. 22 года на нашей волне, ТВС-21, вы видели различные программы, вы видели наши новости, вы знаете, наши дорогие зрители, что каждый день команда 21 канала работает только для вас. Мы представляем вам совершенно различные точки зрения. Вы видите, что и в политические программы мы приглашаем всегда представителей абсолютно разных и даже противоборствующих партий. И стараемся сделать все, чтобы вы получили максимально достоверную информацию и совершенно от разных политических течений нашей страны. И, если честно, это большая ответственность каждый раз садиться в это кресло, говорить вам «добрый вечер». И вы сегодня, представьте, как вы благодарны за то, что вы принимаете нашу работу, наше честое сердце и искренность. Спасибо вам за то, что вы 22 года с нами. Господин Астасий, вы тоже что-то хотели сказать, насколько я хочу вас поздравить. В моем лице, наверное, всю команду 21 канала. Конечно, всю команду 21 канала. Даже если одна из передач, на которой я должен был участвовать в предварительной компании, была аннулирована. Но хорошо, что у нас существует пресса, что у нас еще существует независимая пресса. И я хотел поздравить в первую очередь ваших зрителей, потому что без них вы, как и я, ничего. Без наших граждан, без ваших зрителей было бы труднее. Так что поздравляю вас и следите за главным. У нас всегда главные темы, главные гости и самое интересное всегда для вас – наши зрители. Спасибо еще раз, Господин Астасий, за сегодняшнюю часть вашей программы, за ваши ответы. Наши дорогие зрители, вам хороших выходных. Я с вами увижусь в понедельник. Всего хорошего. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!